Здравствуйте, это программа подробностей, подробно о сегодняшнем заседании Городской Думы, которое было внеочередным. Мы говорим с ее председателем, главой муниципального образования город Рязань Андреем Кашаевым. Еще раз здравствуйте, Андрей Анатольевич. Итак, 25 вопросов сегодня было в основной повестке дня и два вопроса были включены, и, что называется, дополнительной. Самым, наверное, таким животрепещущим стал второй вопрос, на котором депутаты потребовали от муниципального предприятия тепловых сетей включить горячую воду в нескольких домах в микрорайоне Дашково-Песочни. Накануне РМПТС отключила там горячую воду. Что все-таки произошло, на ваш взгляд? И вот уже есть реакция губернатора Олега Ковалева, который потребовал уволить руководителям муниципальных тепловых сетей за произошедшее. Что все-таки случилось? Игорь Анатольевич, вы знаете, если мы ситуацию рассмотрим с точки зрения хронометража, то директор Леонид Викторович Кутылев, директор РМПТС, нашего муниципального предприятия, направил в управляющую компанию «Вектор плюс» и в ряд ТСЖ, которые как раз находятся на улице Новоселов, в самом ее окончании улицы, в эти дома направил свое письмо. Письмо, в котором сообщалось, что, дорогие жильцы, у вас горячая вода отключается у всего дома по причине неуплаты всеми необходимой суммы за потребление коммунальных услуг, в данном случае по потреблению горячего водоснабжения. Мы понимаем, что в каждом доме есть должники. Их может быть 5, 7, 8 квартир. Но когда все, абсолютное большинство жителей этого дома лишаются возможности повыщать горячую воду, и это происходит тогда, когда они платят, то для нас очень важным является защита интересов наших горожан. Потому что каждый из нас может в этой ситуации оказаться. И я думаю, что ни для кого не секрет, что в каждом доме квартирном есть люди, которые не платят. Я считаю, что необходимо применять именно к этим людям определенные санкции, как со стороны РМПТС, так и со стороны управляющей компании. Можно подавать суды, можно собираться власти, общественности, депутатскому корпусу, юристам и внимательно прорабатывать вопросы. Вместе с федеральными органами, которые непосредственно отвечают за то, чтобы вот эти долги изымать и перенаправлять их в бюджет за потребленные услуги. Но в данном случае этого не произошло. Было написано письмо, были ссылки на ряд нормативных документов, причем не высшего порядка. В результате мы говорим о том, что фактически нарушаются права граждан, и в том числе конституционные. Потому что, прежде всего, конституция говорит о комфортном, о нормальной жизни людей, которые живут в Российской Федерации, и является основополагающим документом. И когда попираются вот эти права, безусловно, этого допускать никак нельзя. На наш взгляд была сделана стратегическая ошибка в том, что было принято решение самим руководителем. Направлены были бумаги. Ни депутаты по округу, ни Дума не была предупреждена, никто никого не спросил. И такое вот решение, оно было реализовано. Поэтому это не может быть не просто практикой. Я считаю, что это случай, который должен быть первым и последним. И на наш взгляд, вот такое управленческое решение в данном случае не просто неудачное, а, считаю, на которое наносит вред, вред нашим жителям, это решение, оно должно быть пересмотрено. Вода горячая людям включена, и люди должны приготовиться к началу учебного года. То, что касается кадровых вопросов, то мы, мои коллеги, вся Дума, рассматривая этот вопрос, большинство абсолютных голосов приняла решение о том, чтобы выразить недоверие руководителю предприятия МУП РМПТС Хотелеву Леониду Викторовичу вот в данной ситуации. И мы, безусловно, поручили администрации города принять соответствующие меры, принять соответствующие решения, поскольку они являются работодателем. И нам, безусловно, будет интересно, как это все выполняется. Мы этот вопрос и в дальнейшем рассмотрим. Что касается положения непосредственно, как я уже сказал, начала учебного года, то в остальном в этом плане все идет в городе в плане. Ну да. То есть, вот два дополнительных вопроса. И вот вопрос о подготовке школы к новому учебному году, в общем-то, прошел достаточно позитивно. Действительно, большую работу в этом году удалось провести. Причем использованы не только те средства, которые были запланированы в бюджете города, но и весьма большое количество вне бюджетных средств. Две школы отремонтированы капитально. Появились в ряде школ спортивные площадки, установленные по программе «Газпром детям». Здесь действительно достаточно много позитива. Я уверен, что дети, родители рязанские пойдут 1 сентября в школы. Кстати говоря, мы же говорим о том, что 1 сентября – это не только общеобразовательная школа, это и спортивная школа, это школа искусства. Начало всех начал, 1 сентября. Кстати говоря, недаром в свое время, еще до Петра I, 1 сентября был началом года. Поэтому можно сказать, что год во многом, по крайней мере, для учащихся, для тех, кто имеет отношение к образовательной деятельности, начинается всегда, даже календарная, по сути дела. Потому что у меня, как у педагога, всегда такое, знаете, отношение к 1 сентября, как к началу года. Именно к началу года, вплоть до календарного. Вот такое восприятие всегда. Я думаю, и у моих коллег тоже так происходит. И, безусловно, вот когда начинается год, то всегда приятно входить в школы комфортные, красивые, благоустроенные. На протяжении многих лет школы, безусловно, при бюджетном финансировании использовали спонсорскую помощь, поддержку организаций. Шефская работа, слава богу, она, знаете, в Рязани потихонечку она набирает обороты. Это правильно. И это правильно. Так было всегда. И это такая хорошая была традиция на протяжении десятилетий. И считаю, что это такое социальное партнерство, в том числе со стороны рязанского бизнеса по отношению к бюджетным учреждениям, оно необходимо, оно правильное. И, конечно, то, что касается учебников, то, что касается ремонта, проведения, подготовки к отопительному сезону. Эта работа началась, конечно, заблаговременно, еще фактически до окончания учебного года. Поэтому комиссии в составе управления образованием, культурой, управления по физической культуре и массовому спорту, они постарались и комиссионно объехали все учебные заведения, высказали ряд предложений, замечаний, если они есть. Мы надеемся, что они будут исправлены. Ну и еще один вопрос, который сегодня был рассмотрен на Городской Думе, вернее, целый блок вопросов, он казается, блок этих вопросов касался приватизации имущества, принадлежащего городу, но фактически используемого Новорязанской ТЭЦ, нашим крупнейшим источником подачи тепла. Скажем так, не совсем однозначная была вокруг этого реакция. Давайте сейчас попробуем объяснить, собственно говоря, зачем город разрешил, Городская Дума разрешила продать те объекты, которые используются Новорязанской ТЭЦ. Почему отказываются от муниципального у них участие? Хороший вопрос. Вообще энергетика важнейшая составляющая нашей жизни. Мы вот говорим о горячей воде, мы говорим об отоплении, мы говорим об электроэнергетике, и кроме, в общем-то, важности в сознании ничего не возникает, потому что это наша жизнь, современная, конечно, жизнь. И, безусловно, вопросы, которые связаны с этой сферой, они волнуют каждого горожана, который пользуется этими услугами. Часто на этом делают, знаете, какой-то ажиотаж определенный. Мы знаем, сколько уже вот таких моментов, связанных с чисто экономическими вопросами, они могут превращаться в политические. Они интересны в том числе и с точки зрения политики многим, поэтому и возникают часто вопросы, которые, в общем-то, достаточно можно было и даже особенно не задавать, потому что здесь мы ведем речь о хозяйственно-экономическом направлении, по большому счету. То, что касается оборудования, это небольшие участки паропроводов, и это агрегаты, это котлы, которые находятся в непосредственной близости от Новорязанской ТЭЦ, фактически они входят в орбиту непосредственного действия Новорязанки. Это оборудование, оно, в общем-то, в достаточно удручающем состоянии, поскольку оно появилось не сейчас, а появилось много-много лет назад, и, безусловно, это оборудование нужно ремонтировать, чтобы оно было, безусловно, на балансе города. Соответственно, мы должны за ним следить, чтобы это оборудование действовало. Есть инвестор потенциальный в лице заинтересованных сторон, в том числе и Новорязанки, которые готовы вкладывать свои средства в восстановление этого оборудования, в инвестирование в того, чтобы оно соответствовало необходимым нормам, и для того, чтобы эффективно поставлять тепло нашим рязанцам, поскольку вы знаете, что Новорязанка является одним из поставщиков тепловой энергии городу. Поэтому вкладываться в ремонт никто не будет, если это будет не собственность инвестора. Поэтому и мы выставили на аукцион, именно на аукцион, с ценами продажи, соответственно, в условиях приватизации данного оборудования записано ряд пунктов, причем этих пунктов очень много, где участвующие в аукционе после приобретения должны сделать огромный фронт работы, осуществить, именно по восстановлению и совершенствованию оборудования и смежных систем. Поэтому вот такая ситуация. Я считаю, что этот вопрос, он достаточно важный, но он важен для меня, как для потребителя, как для обычного горожая, но с точки зрения, как качественно мне будут поставляться те или иные услуги. А те средства, которые, соответственно, высвобождаются от обязанности ремонтировать данные, они пойдут на хорошие дела, на те же самые социальные объекты, на школы общеобразовательные, на школы искусства, учреждения социальной сферы и, действительно, которые закроют те потребности, которые необходимы городу. Я благодарю вас, Андрей Анатольевич. Спасибо, что мы оставимся верны своей традиции после каждого заседания Рязанской городской думы подробно рассказывать нашим зрителям о том, что же там такое депутаты заседали и приняли. Вместе с нами сегодня был глава муниципального образования города Рязань, председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев.